Также внутри каждой из этих функций мы можем передать флажок для того, чтобы указать, как вести себя с данным конкретным регулярным выражением. Например, мы можем сказать, что нас вообще не очень интересует, являются ли буквы заглавными или строчными. Для того, чтобы это сделать, мы можем использовать флажок ignoreCase, который находится прямо внутри модуля. И вот он таким капсом, потому что это константа, которая определена внутри модуля. Можем запустить данную функцию и убедиться в том, что наше регулярное выражение, которое содержит в себе только строчные буквы текст, оно, в общем-то, нашло и заглавные буквы текст в нашей строке. Или давайте попробуем вывести дополнительную информацию о нашем регулярном выражении. Для этого мы можем использовать флаг debug. Давайте сначала немножко изменим наше регулярное выражение, добавим каких-нибудь конструкций. Чтобы добавить один флаг к другому, мы можем использовать битовое или, потому что данные флаги являются битовыми. Когда мы запустим данный код, мы увидим очень интересную конструкцию. Мы увидим, что наша группа, вот отдельно выраженная, она выделилась в отдельный, так называемый, сапаттерн. Собственно, с номером 1. Это как раз-таки тот номер, который мы указываем после обратного слоша для группы. Также мы увидим, что, так как мы применили звездочку, мы пытаемся найти максимальное вхождение, потому что мы изначально ищем жадно от нуля до очень большого числа, чтобы что-то можно понять за бесконечность. И также каждому буквенному символу в нашем регулярном выражении соответствует его код в таблице Unicode. А вот если мы, например, поставим вопросик после нашей звездочки, то мы убедимся в том, что теперь мы ищем нежадное, мы ищем минимальное такое вхождение, которое бы удовлетворило наше регулярное выражение. В течение данного урока я рассмотрел лишь часть метасимволов, часть функций, которые есть в нашем модуле, и даже часть флагов, которая там определена. Для полного списка мы, конечно же, можем последовать на документацию. Однако даже этих знаний нам хватает для того, чтобы превратить регулярное выражение в мощнейший инструмент, который позволит нам искать информацию внутри любого текста.